так всем привет еще раз спасибо что присоединились у нас достаточно интересная тема сергей да я просто 5 минут скажу я потом тебя представлю хорошо так что можно пока отключить что вы просто ничего не тормозило супер да и тема называется как выбрать crm-систему по сути в общем мы поговорим и сергей расскажет вот про шуга crm и преимущества и внедрения тут достаточно более такое будет технический вебинар я думаю более полезны и более интересны так за спрашивает если звук звук есть по крайней мере я думаю что меня слышно окей двигаемся дальше я сейчас просто стандартную вещь скажу если кто-то видит нас впервые либо там записи смотрят что было понятно кто мы такие вообще и кто я такой меня зовут алексей ниц и я являюсь вент редактором теплиц стальных технологий в то же время я веду вебинар и делаю видео уроки вебинары такие как эти а видео уроки такие небольшие видео которых я чуть позже расскажу так выглядит наш сайт сейчас достаточно запоминающийся такой зеленый вот и мы по сути влиянием с образовательным проектом мы связываем два полюса с одной стороны это эти сектор это люди которые хорошо разбираются в технологиях и с другой стороны это не коммерческие организации какие-то инициативы которые делают полезные проекты но часто им не хватает на никаких то для того чтобы использовать и делать свою работу более эффективной поэтому мы как бы вместе их совмещаем и делаем какие-то интересные проекты и в том числе проводим вебинар где также приглашаем сторонних спикеров и специалистов как сегодня которые рассказывают более подробно и понятно о каких-то сложных вещах значит сайт test.ru te-st.ru и социальные сети везде слэш теплиц ст значит по поводу вебинаров да если вы какой-то причине пропустили один из наших вебинаров можете их найти на нашем сайте во-первых это во вкладке мероприятия там есть внизу вкладка вебинара вы можете посмотреть видеозаписи мы проводим два вебинара в месяц соответственно в год их 24 то есть соответственно их там уже достаточно много там есть видеозаписи и презентации спикеров и второй путь который вы можете для себя открыть чтобы посмотреть наши вебинары вы можете зайти на наш канал на ютюбе и вот открыть плейлист вебинаров либо вообще подписаться на него там закладочки себе поставить лучше конечно вообще на youtube наш подписаться чтобы получать какие-то уведомления новых видео потому что мы проводим мероприятие и вот самое интересное видео можно посмотреть там вот это непосредственно именно плейлист наших вебинаров поэтому также заходите пользуйтесь используйте любом там вот или как то еще так дальше по поводу видео уроков и такие по сути скринкасты это небольшие видео которые позволяют вам узнать о каких-то онлайн сервисах или программах опять же которые делают вашу работу более эффективно это касаемо всего в принципе это дизайн это какие-то вещи по поводу цифровой безопасности про краудфандинг про картирование в общем все что угодно опять же можете зайти посмотреть там сейчас их достаточно много уже более ста вот поэтому ну как бы я думаю что найдется для себя достаточно много интересного так я просто в чат немножко переключусь посмотрю что тут есть так 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 окей значит да ладно чуть позже скажу общем двигаемся дальше да и если вы в москве если вы в апреле будете в москве вот хотел просто анонсировать одно из наших будущих мероприятий это непосредственно там не вебинар а именно в флаве мероприятия двухдневных катон называется инклюхак второй катон равных возможностей там мероприятие посвящено созданию проектов для людей с ограниченными возможностями то есть вы дизайнер или программист или у вас есть идеи какие-то как сделать какие-то классные проекты рекомендую зайти посмотреть зарегистрироваться и принять участие потому что во первых лучший проект получит небольшой грант на доработку проекта в размере 70 тысяч рублей вообще это такой достаточно интересный формат то есть вот тут есть ссылочка потом когда презентацию будет смотреть можете нажать перейти посмотреть это москве окей да и теперь мы переходим плавно к нашему спикеру его зовут сергей исаков он эти анали аналитики администратор обозначенных благотворительного фонда подарить жизнь отри жизнь точка ру принципе сейчас сергей включится я пока скажу о том что у вас у всех вот здесь где презентации где вы видите есть две кнопочки значит развернуть экрана по весь экран можно потому что сергей будет показывать свой экран как я понимаю что вам было более понятно и видно вы можете это сделать будет более удобно то есть попробуйте вот я сейчас попробую сам так в принципе да все работает вот окей так что я передаю слово сергею тогда я замолкаю все слышно все отлично всем добрый день давайте начнем меня зовут сергей исаков и я айти аналитик фонда подарить жизнь сегодня я буду рассказывать о сергей как целом и о шубер серии а в частности и так немного о себе чем я занимаюсь фонде подарить жизнь я настраиваю серым базы данных занимаюсь вопросами обработки входящих данных а поиска дублей внутри базе настройки серии выгрузки каких-то сложных форм аналитики там с привлечением сложных программных инструментов то есть все то что не может сделать эксцель но позволяет сделать некий серьезный софт соответственно цель сегодняшнего мероприятия это сделать некую такую обзорную экскурсию по одному и очень серьезному программному продукту то есть условно говоря формат можно назвать это там 3-часовая экскурсия по крупному городу типа парижа конечно мы очень подробно грубо глубоко в эту тему не влезем но составить общее представление вынести некую концепцию понять для себя насколько нам это нужно как и функции из этого нам нужны вот эта цель сегодняшнего мероприятия где в этого мероприятия возникло когда я прорабатывал так так меня хорошо слышно насколько стабильными слышно напишите пожалуйста потому что вот я смотрю и жалобы я слышу окей так да значит это у кого-то это частный случай у кого-то проблемы с интернетом ему плохо доходит сигнал соответственно я тогда продолжу с вашего позволения идея мероприятия у меня возникла когда я для фонда для себя анализировал существующие на рынке стрим решений я выписывал ну как бы наши требования которые мы предъявляем базе и анализировал какие как эти требования исполнены в разных системах меня очень приятно удивило что больше всего плюсов набрала бесплатной системы sugar crm нам она к сожалению не подошла потому что она не рассчитана на серьезные массивы данных но возникла идея что этот инструмент может быть идеален абсолютно для фондов с размером базы данных до 10 тысяч человек то есть это маленькие средние коммерческие организации благотворительные фонды и поскольку работа была сделана захотелось поделиться результатами этой работы чтобы их могли использовать все соответственно формат моей сегодняшней презентации моего выступления будет разделен на две части из первая часть это общая теоретическая 2 это практически чему насколько я представляю очень многих людей есть очень слабое представление серым системах то есть они очень в общих чертах представляет себе что это такое и зачем это вообще нужно то есть насколько я понимаю всем нужны хотя бы некие вводные теоретические знания вообще а что такое crm зачем это что они делают какой там функционал на что смотреть как выбирать и соответственно после этого приду и расскажу о частном случае это шубер crm о ее возможностях а ее каких-то позитивных и негативных сторонах ну что предлагаю приступить и начнем с небольшой а где-то на 40 минут на презентации вот теоретическая часть единственное что должен вас предупредить что материала он время на сжатая материала очень много поэтому идти мы будем достаточно быстро поэтому я прошу всех записать там на бумажечке вопрос и конце там после какие-то супер критичные супер важные вопросы вот я в чате если вы мне напишите их увижу но большую часть вопросов я хотел бы ответить уже после после основного выступления чтобы не сбивать логику соответственно сейчас я начинаю передаю данные своего рабочего стола в общий чат так и вот меня соответственно видно а ты поставил на самое лучшее качество сейчас попробуй на среднее так сейчас у меня по крайней мере пока черный квадрат лучше да теперь видно да ну я думаю алла да да все видно да все видно все окей я думаю что начать ну соответственно давайте начнем начнем мамы с маленькой презентации которую я сформировал за последнюю неделю соответственно по этой презентации вы все сможете скачать и потом задавать мне вопросы уточняющие по почте я вам с удовольствием буду отвечать мы сразу после вебинара первое чего хотелось бы начать это теоретическая основе что такое crm то есть система управления отношениями с благотворителями звучит сложно на самом деле за собой это очень простое понятие это база данных это несколько связанных между собой таблицей в основном таблицы контакты таблицы платежей и таблицы звонки рассылки то есть это несколько связанных таблиц в которых расставлены за связи между записями соответственно мы видим какие контакты делали какие платежи какие рассылки и звонки уходили каким контактам то есть благодаря тому что это все содержится в электронных база данных электронных системах быстро формируются выборки быстро рассчитываются какие-то контрольные показатели, и, соответственно, формируются какие-то аналитические отчеты, выводится мгновенный пояс. Сергей, можно перебить тебя? Можешь закрыть доступ вот в это всплывающее окошко, чтобы... А, чтобы не смущать. Скрыть, да. Окей, спасибо. Соответственно, за всеми этими высокопарными фразами, какие конкретные выгоды, какая конкретная польза может быть для вашего фонда, для вашей инициативы, для вашего НКО? Ну, польза, на самом деле, очень конкретная и очень важная. То есть люди, которые не используют CRM, они очень много чего теряют. Окей, соответственно, возвращусь к вопросу о напоминании. То есть CRM-база позволяет моментально формировать списки напоминалок, то есть по отчету вывести всех, кому мы должны прозвонить. То есть каждый человек важен, каждый звонок важен, и мы с помощью нашей базы можем сделать так, что не забудем ни одного звонка. Дальше, поскольку это электронные системы... А ты можешь развернуть во весь экран? Извини, перебиваю. Sorry, да. Все отлично, спасибо. Соответственно, дальше, поскольку это электронные системы, которые проставлены все связи, то есть у каждого человека в нашей базе есть какие-то платежи, какие-то рассылки, то это означает, что мы можем делать аналитику. То есть мы тех, кто дает крупные суммы, можем электронно отделить от тех, которые дают какие-то стандартные суммы. Эта проблема не так актуальна для малых фондов, сколько актуальна для средних. То есть когда у вас 10-20 платежей в день, вы можете это все раскидывать руками спокойно, понимать, кто у вас вид благотворитель, кто массовый. А если у вас это сотни или даже тысячи платежей, то, соответственно, возникает огромная проблема. Руками этот массив не обработать, и что-то обязательно забудется или, наоборот, будут ошибки. Соответственно, при росте базы возникает возможность автоматизировать эту сегментацию, то есть сделать так, чтобы база нам раскидывала людей по спискам. Для коммерческого сектора очень также важен эффект документооборота, то есть связано это с тем, что во всех коммерческих базах, серым системах документы, то есть счета, документы на оплату, договоры, формируются в CRM, то есть кураторы никогда не бегают, не ждут бухгалтерию, потому что в бухгалтерии может быть, соответственно, отчетность, налоговая проверка, и чтобы из-за каких-то простоев в бухгалтерии не ушел человек, с которым мы взаимодействуем, соответственно, для этого коммерческие CRM-системы позволяют выгружать сразу документы отчетные, необходимые. И самый важный, на мой взгляд, эффект от внедрения CRM-систем в некоммерческом секторе – это исключение человеческих ошибок. То есть мы все прекрасно понимаем, что есть очень большая проблема, когда один и тот же человек, допустим, очень важный человек, которому мы не беспокоим по лишнему поводу, попал в массовый список и получил какую-то массовую рассылку. И он, соответственно, дал какие-то деньги на какую-то цель, которая не так важна. Но теперь мы, соответственно, этому человеку уже не можем позвонить, потому что он только что дал денег. То есть вы понимаете, да, что мы, скажем так, испортили… Не то, что испортили, а закрыли себе некую возможность позвонить человеку или попросить по какому-то важному поводу, просто потому что он не попал там в не тот список. Потому что там списки хранятся в Excel, в момент рассылки это все каша, не пойми, кто откуда там взялся. И, соответственно, рассылки уходят… Нет контроля за адресами, куда уходит рассылка. CRM позволяет исключить эту ошибку. Также чувствительными моментами является ошибка, допустим, когда в Excel, вот мы можем нажать неправильную сортировку, нажали, и строчки относительно друг друга съехали. И, соответственно, e-mail там Анны Ивановны, мы обратились к ней как к дорогой Федор Васильевич. И Анне Ивановне как-то некомфортно, когда к ней обращается дорогой Федор Васильевич. Люди звонят, пишут, обижаются. Это недопустимо. И CRM-система, как база, реализационная база данных, она позволяет хранить жестко связку e-mail, связку фамилии. Соответственно, опять же, если в Excel каждый раз, когда человек сделал платеж, мы должны проверять его эти данные, контактные, правильно ли определилось ими, то в базе данных мы один раз поставляем ими и забываем об этой проблеме, то есть обрабатываем только новых людей. Еще есть такой очень малоприятный момент, когда уходят рассылки по ошибке, допустим, родственникам. То есть опять же, смешались списки, и могла уйти какая-то просительная рассылка родственнику человеку, который получал помощь. А это у человека психологическая травма. Опять же, это достаточно существенная ошибка, которая очень может привести к негативным, тем же имиджевым последствиям для вашего НКО. Соответственно, база данных позволяет у себя вести учет, сразу поставить статус этому человеку, что это родственник, что никакая рассылка ему никогда не уйдет. Так, вот с этим слайдиком мы заканчиваем. Пошли чуть дальше. Многие люди очень некорректно себя представляют, то есть очень распыльщато представляют, что происходит вообще внутри CRM-базы данных. И чтобы это понимание как-то прояснить на эту ситуацию, то это понимание нужно структурировать. Структурировать просто по простым пунктам. То есть я предлагаю это сделать по пунктам миграции, вот ввода, обработки данных. То есть как данные приходят от того, как вы их получили, обрабатываете, анализируете, рассылаете. То есть данные, цикл жизни данных в базе очень простой. От получения до использования и превращения в конкретную рассылку. На каждом этапе этого жизни, жизни этих данных, происходят некие операции. И когда мы вот для себя в нашем фонде смотрим вот все эти этапы, и мы просто выписываем в Excel, в строчке, каждую операцию, которую мы делаем с этими данными на каждом этапе. И в конечном итоге мы получаем полный перечень требований к тому, что должна делать наша база данных. То есть вот этот цикл от начала до рассылки, он превращается в простое и понятное ТЗ, что нам нужно. Соответственно, что умеет, как вообще в CRM-ах устроен этот цикл. То есть платежные данные, контактные данные, платежные данные, данные о рассылках можно, во-первых, вводить через ручную, через окошко ввода, через формочки ввода. А второе можно загружать из Excel данных. Опять же, настраиваются автоматические интеграции. Допустим, можно повесить форму на сайт, что человек, допустим, может у вас на сайте подписаться на рассылку. В момент нажимания кнопки «Подписаться», он автоматически ваш сайт передаст данные в CRM-базу данных, и человек станет новой строчкой в вашей базе данных, и, соответственно, автоматически попадет в списки рассылки. Это все настраивается, это все несложно. Опять же, мы могли пойти на некое мероприятие, познакомиться с людьми, набрать визиточек, и забрать эти визиточки, составить Excel-файлик. Этот Excel-файлик мы можем уже загрузить в базу посредством модуля импорта. Точно так же можно работать с банковскими выписками, но там очень сложно, там нужны инструменты, там нужна сложная автоматизация, автоматизация разбора. Когда мы из этой смешанной строки выделяем отдельное имя, отдельный адрес, разбрасываем это все по полям и подгружаем в базу. Но такие автоматизации тоже пишутся, но это уже некий следующий уровень. Далее требования нашей базы. Вот мы и сделали, мы загрузили данные в базу. Есть, как только наша база начинает расти, сразу возникает потребность машинной обработки. То есть представим себе, что мы хотим сделать рассылку. Для этого нам нужно прописать обращение к людям. Дорогая Анна, дорогая Мария, дорогой Сергей. Но если у нас 30 человек в базе, мы это можем все руками легко ввести. А представим себе, что 300, а если 3000, соответственно, мы должны сажать операторов, это время, деньги, и самое главное, это ошибки. Возникает потребность машинной обработки. Программы, которые вот из входящих данных от платежных систем выделяют вот эту именно часть имени, там из общего, то есть там все идет строкой, допустим, с какой-нибудь имя, фамилия, там какие-то дополнительные данные, а задача выделить конкретное имя, из этого имени сделать обращение. Дорогая Анна. То есть такие программы пишутся, это автоматизация, это достаточно стандартная задача при внедрении баз данных. Еще важный момент – это стандартизация e-mail'ов и телефонов. Поймите, что телефон можно написать в разном формате. 7, там, 9, 2, 6, 5, 6, 1, 2, 7, 1, 7, или без семерки начать 9, 2, 6, 5, 6, 1, 2, 7, 1, 7, или в восьмерку поставить. То есть для базы, для компьютера, это три разных строков представления. Но для вас, по сути, это один телефон. Соответственно, нужно написать алгоритм, который все разные варианты представления приведет к некому стандартному варианту и потом проверит, что в вашей базе этот человек или есть его, или нет, чтобы не возносить одного и того же человека второй раз. Это называется дедупликация, то есть обнаружение и сращивание дублей. То есть это тоже очень важный функционал. Особенно важным он становится, знаете, в какой момент, когда появляются некие списки VIP и обычные списки. То есть представим себе, что некий человек из списка VIP просто сделал вам пожертвование, там, ну, поиграться на 150 рублей. И он тогда попадет в обычную рассылку. Если в базе не настроено обнаружение дублей, он попадет в обычную рассылку, получит обычную рассылку. Соответственно, там, даст вам денег не на ту цель, которую вы хотели его попросить, а на какую-то общую цель. И, соответственно, ваша логика, вся работа с этим человеком собьется. Чтобы этого не было, нужно продумать или найти базу, где готов функционал по поиску дубликатов, что нельзя в базу внести человека с таким же телефоном или с таким же e-mail. Соответственно, вот мы внесли эти данные, мы проверили их на отсутствие дубликатов. Что нам это дает? То есть когда мы, вот мы из платежной системы импортировали три платежа и обнаружили, что там один и тот же e-mail, то есть это один и тот же человек, мы можем сформировать цикл. То есть мы можем понять хронологию событий, восстановить. То есть если в Excel это огромные таблички, у которых ничего не понятно, то в базе данных эти таблички превращаются в хронологию событий, из которых мы видим вообще историю. То есть мы написали рассылку, человек нам ответил платежом, мы написали ему рассылку, он нам ничем не ответил, написали еще рассылку, опять ответил платежом. Соответственно, мы можем в базу кидать электронные запросы и посмотреть, увидеть, насколько этот человек откликается на наши рассылки, смотреть, сколько у него откликов, насколько он активен. Соответственно, если он активный человек, отнести его в один список. Если он не активный, в другой список. Если он перестал жертвовать по каким-то причинам, мы можем просто отнести его в список на прозвон. Это называется сегментация. И последний финальный вариант, когда мы подготовили для себя вот эти все сегменты, то есть у нас есть списки випов, списки тех, кто малоактивный, списки тех, кто перестали нам жертвовать. Мы эти все три списка, мы должны по ним запустить какую-то активность. Или прозвонить, или сделать рассылку. То есть CRM-функционал, в первую очередь, это сформирование email-рассылок. То есть в разных системах можно из этих сформированных списков делать рассылку или самостоятельно, или отдать этот список на сторонний сервер, например, MailChimp, который сделает вам рассылку, а результаты, кто открыл, кто не открыл, загрузит вам обратно. С SugarCRM, в частности, можно и так, и так подойти к этому вопросу, и сегодня я вам это покажу. Соответственно, когда мы, я надеюсь, что вы поняли какие-то основные вещи про то, что такое CRM, нужно уже, соответственно, приходить к выбору этой CRM. Очень много людей совершают некие ошибки, о которых я хочу рассказать вот именно на этом этапе, на этапе выбора. Первая ошибка – это то, что люди не понимают своих приоритетов. То есть люди хотят всего сразу и не знают, с чего начать. Мое мнение, что в CRM для некоммерческого сектора в первую очередь интересен и как рассылочный инструмент. Инструмент формирования списков. Алексей, меня хорошо слышно? Да, хорошо. Алло. Да, я слышу, все окей. Окей, отлично, продолжаем. Просто я сейчас смотрю на презентацию, я не знаю, может вы там выпали уже, я рассказываю просто для пустого зала. Соответственно, первая ошибка – люди не понимают своих приоритетов. Мое мнение, что для НКО самый главный приоритет – это формирование рассылок, правильные рассылки, управление сегментацией. То есть не столько финансов, не столько напоминалок и даже не документооборот, а именно правильное ведение рассылочных списков. И это тот базовый функционал, который есть в большинстве CRM. Соответственно, как мы формируем требования к CRM-системе? Как я говорил, то есть мы смотрим на цикл данных, формируем, какие операции нам нужны на каждом этапе этого цикла. Просто предельно подробно расписываем. Здесь нам нужно выделить имена. Здесь нам нужно посчитать, сколько было платежей за предыдущий период. Если меньше трех, мы в один список. Если больше трех, в другой список. То есть предельно подробно расписываем этот функционал, получаем в Excel большой лист. Соответственно, теперь просто смотрим на три, возьмем основные плагманские системы на рынке. И вот по этому списку, который мы сформировали требования, просто пройдем, проставим плюсики. Важный момент. Я вам сейчас расскажу, какие есть основные системы CRM вообще международные, какие есть на российском рынке. И вот какие-то тонкие моменты я тоже с вами поделюсь. Важный момент – это то, что люди очень часто очень много чего будут недоставать в вашей CRM-системе. И что самое удивительное, что очень большинство людей упираются в то, что они начинают мыслить какими-то футуристичными вещами, вещами, до которых у них руки реально никогда не дойдут. Они зачем-то включают требования, какие-то совершенно невероятные требования к своим CRM-системам. И потом разработчики им выкатывают огромные цены, потому что такие требования их никто не ставит. То есть самые ваши базовые требования, самые стандартные, их проще всего реализовать. Поэтому если вы ограничитесь только нужным и понятным, то реализация будет быстрая и с минимальной ценой. Или вообще собственными силами вы сможете обойтись, это все реализовать. Здесь самый главный момент, вот моя рекомендация понимать, допустим, вот смотреть перспективу на год. То есть не думать о том, что вот а нам еще через три года потребуется выгрузить такой отчет. Если сейчас вы думаете, что это произойдет через три года, то скорее всего это не произойдет. То есть все, что реально, оно вот в промежутке года. То есть в течение года нам нужно запустить там рассылки по двум разным спискам. И список, и обычный список. Вот это та конкретная задача, за которую нужно браться. А формирование отчета, допустим, там введения, сколько звонков, допустим, привело нам новых членов вип-списка за какой-то период, по результатам какой-то маркетинговой акции. Во-первых, это можно и в Excel посчитать. Во-вторых, это вам вот такие вещи, такие весьма абстрактные, футуристичные, они очень дорого стоят и очень долго реализуются. То есть чем проще и более проще, более понятные вещи вы себе напишете, тем быстрее вы внедрите. Соответственно, теперь я хотел бы вам рассказать о том, какие на российском рынке есть CRM-системы. Здесь, собственно, два глобально больших типа. Это облачные системы и системы, которые ставятся на ваш сервер. Что такое облачная система? Это веб-сайт. То есть вы ему отдаете какие-то данные, что-то туда заводите, а где это все хранится, как это обслуживается, как делается настроение резервирования, это уже не ваша задача. То есть у вас ни гологолова не болит по этому поводу. Другой большой вариант – это серверные системы. Это когда вам дается дистрибутив этой системы, то есть программа, которую вы должны у себя установить. Где-нибудь на компьютере в вашем офисе, допустим, будет то сервер или просто какой-то мощный ноут. Соответственно, тогда перед вами стоят задачи, во-первых, настройки, во-вторых, поддержания работоспособности, каких-то резервного копирования, ну и, собственно, все, что… И, соответственно, самое главное, там, настройка безопасности всех этих данных. То есть это вот надо всегда для себя понимать, что облачные системы, хоть они и платные, но при этом они решают какую-то головную боль, они просто решают. Сейчас давайте подумаем, поскольку некоммерческий сектор, как правило, очень экономный, и все дело старается делать бесплатно, то давайте посмотрим, что платно, что бесплатно нам предлагается в России. Соответственно, в России есть только одна система, которая предлагается бесплатно в ограниченной версии, это Bittrex 24. Вполне возможно, в ближайшее время появятся и другие, я о них просто не знаю. Но вот я вывесил вам список пяти основных, самых известных сейчас в России систем. Причем вот эта система, первая, которую я вынес, BPM Online, она также вышла на международный рынок и пользуется большой популярностью на международной арене, что удивительно. Но, собственно, если перечислять, то это BPM Online, Megaplan, AmoCRM, RetailCRM и еще Freshsoft. Это все облачные системы, то есть это веб-сайт, который открывается в вашем браузере, с которым вы обмениваетесь данными. То есть вы туда что-то забиваете и видите какие-то списки, можете там выводить свои отчеты. Соответственно, есть система «Простой бизнес», она устанавливается как программа на ваш компьютер, то есть это база данных, которая работает у вас на конкретном приложении к вашему компьютеру. Но, тем не менее, данные она тоже хранена где-то там на серверах, у них в офисе. И, соответственно, мы подходим к серверным системам, у которых основной плюс, среди них много бесплатных. То есть очень много свободных сообществ разработчиков, которые подготовили для вас эти программы, вы можете их установить абсолютно свободно. И у них огромный функционал, но проблема в том, что вы должны, соответственно, поддерживать, уже сами следить за вашим компьютером, на котором стоит эта система. Полуисплатных систем – это BPM Online, а вот бесплатные сегменты, о которых сегодня я активно поговорю, это SugarCRM, ZohaCRM, еще вот есть российская компания, Асофт. Были прецеденты, когда некоторым благотворительным фондам они вот дистрибутив свои системы, базовые в сборке, отдавали бесплатно. Но, опять же, это нужно с ними говорить, там, конкретно условия оговаривать. То есть вполне возможно, что было для нескольких фондов. Как сейчас я не знаю, просто когда я с ними общался, у них была такая установка, раздавать свою систему именно некоммерческому сектору абсолютно бесплатно. Это российская разработка и соответствует этому российскому закону о защите персональных данных, поэтому в этом плане она очень интересна. Сегодня я буду говорить о международных системах SugarCRM, ZohaCRM, и, соответственно, объясню, почему именно они, и чем именно они нам интересны. Перед тем, как перейти к SugarCRM, надо вообще рассказать об особенностях вообще CRM как таковых. То есть, к сожалению, я должен отметить, что большинство CRM-систем, они рассчитаны на малый бизнес, который работает с юрлицами, это называемое B2B. Что это такое? Что это для нас вообще означает? Это означает, что разработчик, архитектор этой системы думал, что в первую очередь данные будут сбиваться вручную. И поэтому очень многих функций, которые нужны при работе с огромными массивами данных, там, на 10, на 100 тысяч, на миллионы списки, там их просто нет. То есть нет функции работы машин с гигантскими массивами. Полагается, что большинство того у вас, как у пользователей системы, есть, допустим, ну 30, там 100 или 200 лиц, которых вы курируете. Когда у вас их всего там, ну, около сотни, вы прекрасно можете все проставить руками, и дубли вы можете обнаружить руками, и все, там, какие настрои сегментации, тоже можете руками. А потребность благотворительного сектора, особенно когда вот фонд начинает активно развиваться, он уходит от баз, счет с сотен переходит на тысячи, это именно вот эта автоматизация процессов. То есть когда оператор, у вас там всего там два фандрайзера, два человека, маркетолога, которые занимаются этой базой, им нужно, соответственно, обслуживать базу на несколько тысяч человек. Руками они ее будут, они просто упрутся на то, и несколько суток будут ее руками переделывать каждый раз. и в итоге не сделают никаких рассылок, потому что все время свое потратят на ввод данных. Для этих целей уже нужны процедуры машины, и они пишутся, к сожалению, в большинстве систем только руками. То есть вы нанимаете разработчиков, которые вам всю эту автоматизацию делают. Но по умолчанию предполагается, что основные операции, такие как проверки на дубли, там, не знаю, разборы, поиски имен нету. То есть основные операции вы делаете руками. То есть проверяем на дубли в момент ввода. То есть один раз ввели человека, и больше, соответственно, если мы систему не трогаем, она сама ее не будет проверять, появились ли у этого человека новые дубли. То есть эта проблема связана с чем? Вот у нас есть запись в базе, некий там Антон Иванов, и есть его имейл. Потом он нам пришел с другой платежной системы, Антон Иванов без имейла. А потом из другой платежной системы опять же приходит, что вот тот Антон Иванов, который и другой, у него появляется имейл. И имейл соответствует первому. То есть по сути это было два одинаковых человека, просто мы об этом не знали, потому что имейла у нас не было. Но теперь, когда имейл появился, мы видим, что это один и тот же человек. Его нужно объединить. Но вот в существующих системах этого нет, потому что вот такая постфактум проверки при изменении данных на дубли там не реализована. То есть там нужно отдельно зайти в этого человека, нажать на кнопку и нажать на кнопку «Проверка на дубли». Тогда она вам поищет эти дубли. Алексей? Да, все окей, все слышно. Алексей? Да, да, все слышно. Это меня радует, потому что я знаю, что я говорю не со стеной. Большой вопрос, опять же, это расчет рассылочного обращения. То есть когда у нас база на 100 контактов, мы каждому человеку можем написать руками. Дорогая Алексей, Анна, Мария. Когда у нас база несколько тысяч, мы руками задолбаемся это все делать. Соответственно, нам нужно, чтобы это сделала машина. Но в существующих базах этого нет. Также эти базы не рассчитаны на то, что будут рассылки по почтовым адресам. То есть у юрлица почтовый адрес исполняет абсолютно юридическую функцию, он просто включается в документы. По нему не сравнивают, там, дубль это или не дубль, существует ли такой адрес в базе или нет. То есть с адресами они не работают. Вы поймите, чтобы сравнить два адреса, их нужно разобрать на куски. То есть Ленинский проспект 110, дом 110, корпус 1 нужно разделить по полям. Ленинский проспект 110, 1. И, допустим, пришел новый человек, а у него написано не Ленинский проспект, а Ленпроспект 110, 1. Нужно стандартизировать, то есть понять, то есть машина должна понять, что Ленпроспект это Ленинский проспект, и 110 дробь 1 это означает дом 110, корпус 1. То есть разнести по полям это все, и тогда будет видно, что предыдущий адрес и этот адрес это одно и то же. Но с этим нужно уметь работать, и вот существующие CRM-решения этого не делают. Также для НКО характерна проблема, что люди должны объединяться в семьи. То есть у нас, когда по одному адресу проживает сразу несколько наших благотворителей, когда мы что-то пишем, спасибо, мы должны написать спасибо обоим. И это один адрес, то есть не два письма туда отправить, а одно. Спасибо Марине Валентиновне и Андрею Петровичу. То есть если мы поблагодарим только Марину Валентиновну, Андрей Петрович может обидеться. Но такой функционал не продуман в существующих CRM-системах. Это можно обходить, но это опять же всякие хитрые способы. И обычно эти вещи реализуются в рамках автоматизации, то есть в рамках дописок базы, которую делают уже программисты. Опять же, если B2B-база не рассчитана на сегментацию, то есть предполагается, что там минимальный инструмент сегментации есть, он не гибкий. То есть предполагается, что, допустим, база вам сама разделит тех, у кого висят какие-то возможные сделки, или тех, кто попал в базу, но сделок пока нет. Ну и все, как правило, этим и заканчивается. То есть, допустим, таких сложных задач, как посмотреть, кто откликнулся на рассылку, а посмотреть, кому был прозвон, кому не было прозвона, эти базы там, скорее всего, делать не могут. И это все в силу того, что конструктора отчетов, как правило, нет. То есть заданы стандартные отчеты, посмотреть платежи за прошлый месяц. Это все, что вы можете сделать на этой базе. То есть нажать, посмотреть, незавершенные платежи за прошлый месяц. Выглядит список. А что-то изменить, добавить какие-то параметры. Я хочу посмотреть незавершенные платежи за прошлый месяц только тем, по кому ушла вот такая рассылка. И вот эту базу уже вам не сделает. Соответственно, в модель данных, то есть связь между платежом и лицом, там есть вот это лишнее звено, называется юрлицо. То есть предполагается, что все физлица, все физлицы, они являются сотрудниками юрлица, а сделки и платежи совершают уже само юрлицо, не физлицы. И, соответственно, при создании отчетов нам нужно вот эту связь все указывать. Это неудобно как при создании отчетов, так и при вводе данных. Есть эти базы данных CRM, которые рассчитанно позиционируют себя как база на работу с физлицами. Например, я отретил CRM, то есть потому что они говорят, что мы база для работы с интернет-магазинами. Но, опять же, вот того функционала, который нам необходим как НКО, у них тоже не реализован. И, как правило, я общался с людьми, это все, что все какие-то дополнительные вещи, которые там хотят, они там нанимают программистов, и они им уже реализуют в этих решениях. То есть на входе нет. Так, меня так видно, слышно. Продолжаем. Да, да. Ну, соответственно, когда о всех системах я примерно так рассказал в общих словах, давайте перейдем уже к самому главному, о чем вообще вся эта презентация, о конкретной CRM и SugarCRM, и SuiteCRM, это одно и то же. И поймем, чем она нам может быть интересно, полезна. Какие-то простые факты, чтобы просто обратить ваше внимание, что вышла система в 2004 году, то есть 12 лет назад. О чем это говорит? За 12 лет они отладили там все ошибки, какие только возможны. То есть в Англии единственное, там могут быть проблемы, как я потом скажу, с кириллицей, но сама логика системы, сам движок системы, он настолько отлажен, настолько безопасен, что просто прошло 12 лет, они набрали аудиторию полтора миллиона человек, и там особых жалоб на эту систему нет. Наоборот, она только набирает популярность. Вот я привел ссылочку, там компания, которая провела исследование, и посмотрел, сколько пользователей у всех систем. И SugarCRM входит, если я правильно помню, в десятку. То есть это одна из самых популярных систем в мире. Она внедряется как в коммерческие структуры, так в фонды. Она внедряется абсолютно везде за счет своей гибкости. Ее очень легко перепрограммировать. Соответственно, у разработчиков SugarCRM в 2013 году они отказались от разработки бесплатной версии, то есть оставили только платную. Почему? А оказалось, что очень легко взять бесплатную версию и ее просто доработать. Зачем платить деньги, если можно взять бесплатную и нанять мальчика, который тебе за два дня все допишет? И, соответственно, они отказались от бесплатного проекта, развиваются в рамках платного, но часть ребят, которые делали этот проект, не согласились. Соответственно, они создали ответвление. Ответвление называется SuiteCRM. То есть, по сути, это та же самая программа, просто они ее немного доработали, но там все те же модули и дали ей некое развитие. Позиционируют они эту программу как бесплатный аналог Salesforce. То есть Salesforce – это считается флагман CRM рынка, самая крутая база. То есть они вводят все новинки и на них все ориентируются. То есть они Salesforce все делают первыми, а все остальные потом уже за ними пытаются повторить. Соответственно, CRM говорит, что мы бесплатный, мы вот бесплатный, вот инсорсный аналог, общественный такой аналог этого Salesforce. То есть мы, конечно, не такие крутые, но мы тоже выглядим очень достоинно. И благодаря тому, что программа SuiteCRM набрала такую популярность, у нее сформировалась огромная база разработчиков, огромное количество написанных форумов, готовых решений, рецензий, советов. То есть если вы устанавливаете какую-то малоизвестную CRM-систему, то если возникают какие-то проблемы, вы с ней мучаетесь сами. А если вы устанавливаете SuiteCRM, SugarCRM, соответственно, с любой проблемой вы просто обращаетесь в Google, и Google вам выдает там выписку по форумам, потому что эту проблему уже, скорее всего, кто-то решил, и не один раз. А вам просто нужно воспользоваться его готовым решением. Более системно о SugarCRM и SuiteCRM, давайте просто назовем плюсы и минусы, чтобы просто отличить ее от существующих других систем. Во-первых, основной плюс SugarCRM, что очень легко настраивается внешний вид. Вот я сегодня вам покажу админку. Внешний вид и состав полей. То есть нам нужно узнать телефон жены. То есть мы хотим карточку контакта, телефон супруга-супруги. То есть мы для этого нажимаем две кнопки. Один раз мы создаем поле телефон, второй раз мы это поле просто перетаскиваем на экран, и все. Наша база принимает от нас и выводит нам новые совершенно данные. Так, продолжаем о плюсах. Опять же, если представим себе, что у нас потребность, мы хотим какую-то новую совершенно информацию ввести. Допустим, мы хотим ввести информацию, а есть ли у человека домашние животные. Соответственно, в SugarCRM ни одна база вам, скорее всего, это не позволит сделать. В SugarCRM, если у вас это можно, мы в админке просто настраиваем новую таблицу, новый список, называем его домашние животные. И пишем, что этот список связан с контактами. И потом, когда мы просматриваем контакты, мы сможем запомнить, что вот у Марьи Васильевны есть кошечка Джессика, а у Петра Павловича есть там пес Джек. И, соответственно, потом делать фильтры по этим. То есть мы можем отобрать всех тех благотворителей, у которых есть пес Джек. И это очень удобно, поскольку это делается просто в два счета. В тех CRM, которые вы увидите, в основном на рынке, такого невозможно просто потому, что у них нет такой потребности. Также, что дает SugarCRM? Это процессы workflow. Вот эта штука есть во всех крутых базах. И смысл этой вещи в том, что мы, допустим, делаем одно действие в базе, а база, это приводит к пяти изменениям в базе. То есть представим себе, что если мы отнесли человека в список VIP, то мы должны его добавить в какие-то списки рассылки и посчитать по нему какие-то параметры. Вот это и есть workflow. То есть мы один раз нажимаем «Добавить кнопочку изменить человека из обычных» в VIP, а база там пять каких-то других действий добавила в какие-то списки, из каких-то списков исключила, что-то там пересчитала. Все остальное база, соответственно, делает уже без нас. В том числе она может напоминалки какие-то рассылать. То есть в тот момент, когда человека добавляют список VIP, там какому-то куратору этого человека уходит сообщение. «Здравствуйте, вот ваш курируемый вами благотворитель, добавим вот эти списки». То есть чтобы человек точно этого не забыл. Опять же SugarCRM имеет минимальные системные требования, ставится на абсолютно любой арендованный сервер. И он очень простой. То есть надо понимать, что SugarCRM реализован на самых простых технологиях, самых стандартных, которые есть вообще в веб-программировании. Соответственно, вы очень легко найдете веб-разработчиков. Разработчики, скорее всего, работали с SugarCRM. И, соответственно, очень легко писать автоматизации, модули, то есть автоматические добавления данных, какие-то автоматические пересчеты полей. Все, что вот язык PHP и база MySQL позволяют делать поистине какие-то серьезные, очень красивые вещи с минимальными абсолютно усилиями, то есть никакого сложного языка программирования. Это уровень, чтобы вы понимали. Это студент 2-3 курса, вот это вычислительная математика, с этим всем справится. То есть вам, если для других баз могут потребоваться суперкрутые спецы, то для этой базы хватит, я не знаю, там, если у кого-то из сотрудников фонда есть сын, который учится на факультете, вот его можно, соответственно, оторвать в компьютерных лигер, и озадачить вот этим, он все это легко сделает. Но, соответственно, если есть плюсы, наверняка есть и минусы, а минусы тоже надо как-то подумать заранее. То есть первый минус – это то, что база SugarCRM разработана в Америке, разработана без учета региональной специфики, а в законе 152 ФЗ они там не знают. Соответственно, этот закон имеет ряд требований, то есть по степени размеру базы, сложности базы, он начинает требовать более повышенной степени защиты. И SugarCRM может подойти только тем, у кого минимальная абсолютно степень защиты, это значит самая маленькая база, самый маленький набор данных. То есть мы для более серьезных баз, там, от 10 тысяч человек, и там каких-то сложных адресных данных, или данных о медицинских показателях потребуются, соответственно, какие-то дописки или коммерческие компоненты, там, баз данных с шифрованием и так далее. То есть это все надо прорабатывать. В базовом варианте она подойдет только маленьким фондам, то есть вот про этот закон надо всегда помнить. И также SugarCRM, она не рассчитана на работу с Excel, с кириллицей Excel, то есть она работает, конечно же, она с этим всем работает, но там, если отображаются, могут отображаться всякие кракозябры вместо букв, и чтобы это все исправить, нужно бы маленькую программку скачать, которая будет просто автоматически подправлять кодировку. То есть из Windows кодировки переобразовать в международный формат Unicode. То есть эта система рассчитана на международный формат, и поскольку Windows, а не эта система, международным форматом не пользуется, соответственно, Unicode, соответственно, может потребоваться просто неудобность, то что вот этот блокнот, нужно будет блокнот какой-то скачать и нажимать на вот эту кнопку, перекодировать в международный формат. Больше проблем никаких быть не может. Соответственно, ну, есть последняя вещь, это не от конструктора формул, но, думаю, это не так принципиально, потому что обычно такие, это мало кому требуется, требуется в очень больших базах. Допустим, если человек принадлежит VIP-списку, и у него там много пожертвований, отнести его в супер-вип-список, то есть рассчитать по нему какой-то показатель. Но это только для крупных фондов, небольших, я думаю, просто такой проблемы нет. В коммерческой версии эта система, кстати, функция реализована. В чем один из самых главных плюсов Shiver CRM? Потому что он очень простой, и предлагаются готовые дистрибутивы. То есть вот смотрите, если у вас есть ваш ноутбук, на котором вы сейчас меня видите, вы можете прямо сейчас зайти вот на этот сайт, который я показывал, скачать готовую установку для Windows, установить прямо себе на компьютер эту базу, которая и она, соответственно, будет видна внутри вашего компьютера, и локальной сети, в которой ваш компьютер находится, то есть при определенных настройках. И на все это потребуется 10 минут и какие-то минимальный уровень, абсолютно минимальный уровень подготовки, 5 минут чтения инструкции. То есть не требуется никакого продвинутого администратора базы данных и никаких суперспецов. То есть эта штука, она очень простая именно в разворачивании. Берем любой ноутбук на Windows, разворачиваем. Соответственно, мы можем положить, если мы хотим, чтобы база была доступна из любой точки мира, мы хотим ее выложить на веб-сервер. Вот тогда придется арендовать сервер. И вполне возможно, предложенные вот эти стандартные сборки, которые там есть на сайте, они подойдут под этот сервер. Но могут и не подойти. Все зависит от того, какой сервер вы арендуете. И если не подойдут, то придется собираться. Конечно, это будет возможно поставить эту систему, но тогда ее должен будет собирать опытный системный администратор, он потратит день-два на сборку и тестирование этой системы. Опять же, это не неделя. То есть она в стандартной комплектации, она встанет буквально за два дня. И то, если это какие-то суперограничения у того лица, у которого вы берете сервер. Ну, кстати, важный момент хочу сказать, что сейчас все технологии переходят в облако. Почему? С одной стороны, это удобно. С другой стороны, эти арендованные сервера, то есть вам не нужно у себя в офисе держать дорогую железяку, чтобы следить, чтобы у нее там был подключен интернет, следить о том, чтобы была безопасность. То есть когда вы арендуете сервер, то вы вот эти проблемы, поддержание железа, поддержание оборудования, вы сваливаете на кого-то за какую-то умеренную плату, вместо того, чтобы мучиться с этой проблемой сами. Но опять же, есть очень самый дешевый вариант, это просто поставить на локальный ноутбук. То есть требования такие, что абсолютно любой, посредственный, то есть система будет хорошо работать даже на посредственном компьютере. Вот какую мысль я хотел сформулировать. Соответственно, на этом я заканчиваю некую теоретическую часть. Давайте посмотрим, если есть у кого-то какие-то критичные вопросы, совсем непонятные, то я на них быстро отвечу и перейдем уже быстрее к рассмотрению самой системы, то есть посмотрим, как она внутри устроена. Есть у кого-нибудь прям вопросы, вопросы, вопросы? Так, я вот пока не вижу вопросиков по теории. Вы знаете, вы можете, смотрите, шугар, во-первых, можно ли заводить CRM подопечных? Да, можно. То есть подопечные это такой же объект взаимодействия, то есть тоже рассылки, звонки. Имеете полное право, легко. То есть хотите заводить, хотите нет, это ваше решение. Почему рекомендуется шугар, а не сьют? Я вам рекомендую не шугар, а не сьют, а все, что любую из них вы выбираете, какая вам больше понравится. При этом сьют CRM она даже получше, потому что они ее доработали очень серьезно. Но вам, как вам удобно. Просто это разные производители, это разные компании. Хоть продукт похожий, но компании разные, поэтому вы можете ставить любое. Несколько сотрудников. Смотрите, если у вас все сидят внутри одной локальной сети, вы можете поставить на ноутбук вашей локальной сети. Если вы хотите иметь доступ к вашей базе с любой точки земного шара, просто зайдя в интернет, вы ставите на арендованный сервер. Так, ну, вопросики, вопросики. Смотрите, если вы из дома, то есть два варианта. Можно, во-первых, создавать подключение из дома в вашу локальную сеть в офисе. Это VPN-туннель называется, это несложно, это настраивается. А второе, можно арендовать сервер, конечно. Ну, то есть первый вариант, это техническая вот эта сложность, создавать подключение в локальную сеть. Так, по отправке e-mail, сейчас я буду уже говорить предметно по системе. Сейчас я буду уже показывать систему изнутри, и мы ко всему к этому подойдем. Алло. Алло. Так, окей, смотрите, у нас остается всего 40 минут, и вот за эти 40 минут нам придется очень быстро показывать внутреннюю начинку системы. Итак, я вот только что показывал вот эту ссылочку, то есть это вот сервер, который я получил бесплатно, то есть это арендованный сервер. Это не мой сервер, это не компьютер в сети фонда «Подарить жизнь», это компьютер где-то в интернете. Сейчас мы на этот компьютер зайдем, и мы начнем, соответственно, мы начнем изучать саму систему. То есть первая страница – это логин, где мы выбираем язык, русский, английский, вводим логин, пароль, логинимся. И вот мы заходим на первую страницу системы. Все видят хорошо? Алексей, если плохо видно, скажите. Ну, у меня все окей видно. Вот смотрите, изучаем основную панель этой системы. То есть она состоит из… все CRM-системы, вы должны понимать, они примерно одинаковые по внутреннему виду, но какие-то мелочи разные. То есть вот слева мы видим список записей, которые мы смотрели недавно. То есть это сделано для того, что если мы с кем-то часто работаем, мы сразу нажимаем сюда, вот, допустим, с какой-то записью, мы сразу ее видим слева. Здесь это органайзер, то есть это просто календарь, звонки, какие-то вещи, за которые вы отвечаете, чтобы к ним был быстрый доступ. А справа – история изменений. То есть это все нужно для того, чтобы вы могли быстро… Если вы часто с чем-то работаете, вы легко это найдете в какой-то из этих панелей. А, соответственно, основное меню у нас сверху. Сверху у нас глобальные вкладки, которые содержат уже внутри списки. Список вот… Платежи мы содержим в списке сделки, список контактов, список отчетов, список маркетинговой кампании. Вот эти все списки разделены по вкладочкам. Логика разделения по вкладочкам – это то, что мы можем настроить, что одним сотрудникам одни вкладочки нужны, видны, а другие сотрудники этих вкладочек не видят. Опять же, в админской панели настраивается доступ, то есть мы можем разделить людей на кураторов, и на фандрайзеров, и на маркетологов. Фандрайзеры могут не видеть вкладочку отчеты, а маркетологи могут не видеть вкладочку сделки. Все по вашему усмотрению. Рассмотрим, соответственно, начнем изучать базу. Базовый список – это список контактов. Вот так вот у нас выглядит список контактов. Сейчас сбросим фильтр и посмотрим на всех. Здесь база наполнила его всякими… Это не существующие люди, это просто тестовый… Это экземпляр. Это какая-то тестовая информация. То есть мы видим большую панель фильтров и, собственно, список людей, которые по этим фильтрам подходят. Что примечательно? Во-первых, обратите внимание, что вот эти вот поля – это не все, что есть в базе. То есть если мы можем зайти конкретно в какую-то вкладочку, и там гораздо больше информации видно. Сюда выводится только основная часть информации, при том, те поля, которые выводятся, они настраиваются. То есть мы можем завести поле «Телефон супруги» и выводить его тоже сюда. Опять же, сверху мы видим фильтр, по которым мы этот список фильтруем. Это все настраивается. То есть, опять же, сюда можно набить любые поля. Мы можем искать по точному совпадению. Что очень примечательно, мы можем искать по куску частичное совпадение. То есть мы хотим увидеть всех, у кого ящики на Gmail. То есть понимаете, да? То есть вот такая формулировочка, процентик, кусок слова процентик означает все e-mail, у которых есть Gmail. Соответственно, вот мы сформировали этот списочек, мы с ним что-то хотим сделать. Что мы можем с ним сделать? Во-первых, мы можем его вот по этой кнопочке нажать и экспортировать. И система нам сформировала вот CSV-шный формат Excel. Соответственно, вот этот файлик мы сейчас можем открыть у себя в Excel и увидеть содержание, что это как раз те люди, которые у нас в базе хранятся со всеми их данными. Вернемся в базу. Здесь мы можем также, вот если мы видим два каких-то человека здесь, они одинаковые. То есть мы по какому-то фильтру предполагаем, что это один и тот же человек. Мы можем их объединить, как дубли. То есть смотрите. Объединить. И у нас возникает меню объединения. То есть мы выбираем, какие данные у нас окажутся из двух объединяемых записей, какие данные у нас окажутся главными. То есть какие телефоны сохранятся. И, соответственно, сохранить, то есть из двух записей будет оставлен только одна, сохранение всех платежей, всей истории рассылок. То есть вся информация из двух записей перейдет в одну. Ну, соответственно, самая важная часть, которую я сейчас хочу показать, это модуль импорта. Чем она важна? То есть мы, естественно, можем забить человека вручную. То есть мы можем нажать создать. И вот все поля, которые у нас есть в базе, посмотрите, адрес, e-mail. Причем, что примечательно, сколько угодно e-mail сюда можно ввести. Мы можем все эти поля забивать руками. Но, соответственно, когда мы грузим большие массивы данных, когда мы грузим большие массивы данных, то нам это совершенно неудобно. Соответственно, мы все это будем грузить, скорее всего, из Excel. И для того, чтобы быстро грузить из Excel и проверять на наличие этих людей в базе сразу, при загрузке из Excel, есть ли уже эти e-mail и базы в базу, попадали они раньше или нет, для этого есть модуль импорт. Вот, видите, я ввел только что нового контакта с каким-то куском адреса, телефоном. Можно точно так же забить ему e-mail, сколько мы хотим e-mail. И вот здесь у нас есть связанные записи. То есть вот эти вкладочки, они показывают, с какими записями из других списков связан наш контакт. Вот я сейчас зайду в какой-то там контакт, и мы увидим, что вот этого человека, смотрите, вот это история рассылок по нему. То есть мы видим хронологию рассылок. Каждую рассылку мы можем прям посмотреть, что там было. Дальше мы можем увидеть хронологию. Вот это он ведет историю открытий. То есть здесь видно, что я открывал какой-то там, получил этот человек, который на самом деле я, получил какую-то рассылку, открыл письмо и перешел по ссылке. То есть делал целевое действие. Дальше мы видим внизу историю платежей. То есть видно суммы и даты. Причем, что примечательно, прям вот в этих связанных списках, прям здесь можно набить новый какой-то платеж. То есть человек, допустим, принес деньги в кассу, и мы прямо здесь забиваем ему платеж. Он принес, допустим, 4 тысячи, там, 4 тысячи 50 копеек. Принес он сегодня. Соответственно, самая главная здесь проблема, то есть что каждый платеж требует некого юрлица. То есть вот здесь, в контрагенте предполагается, что каждый платеж приходит от юрлица, а не от человека. И для нас это очень неудобно, но это обходится тем, что мы создаем фиктивное юрлицо, которому мы приписываем все платежи. То есть я здесь для себя создал некое эффективное юрлицо под названием «Стандартный контакт». То есть предполагаю, что вот эта запись на самом деле ничего не означает. Сохранить, и мы видим, как платеж появился в базе. То есть вот он, этот наш новый платежик. То есть он просто там вставился. Опять же можно по хронологии эти все платежи, видите, мы их отсортировали. Что дальше? Дальше нас интересует, как машина организовать импорт с проверкой, существуют эти люди в базе или нет. Жмем «Импорт контактов». То есть, во-первых, база нам сразу может предложить, то есть чтобы мы знали, в каком формате она хочет от нас получить этот файлик, мы можем нажать «Шаблон». И тогда база нам загрузит, даст, вот видите, контакт, еще один такой же файл, с некий шаблон с перечнем полей, ну, примерно. Она даст просто пример для заполнения, как это все правильно заполняется. Давайте в Excel, то есть я покажу сейчас, как в Excel мы можем подредактировать полученные файли, просто чтобы добавить туда из списка, из Excel сразу все контакты. Лезем, вот только что, помните, мы экспортировали, скачивали. Тащим сюда вот эти данные, и вот мы видим, вот она у нас открылась. То есть это вся информация в нашей базе. Предполагаем, что мы хотим добавить, представим себе, что мы хотим, с одной стороны, добавить новых контактов, добавить людей, которых мы нашли, а во-вторых, мы хотим обновить предыдущие. То есть представим себе, что вот мы хотим вот этого странного человека под названием «Тестировщик-тестирующий», мы хотим ему изменить фамилию на какого-нибудь, допустим, «Теплицын». Вот. Для этого нам, смотрите, нам нужен вот этот уникальный параметр под названием ID. Это уникальный код, который характеризует запись, я позже буду о нем говорить, характеризует запись в базе. Соответственно, мы поменяли имя, поменяли параметр, то есть мы могли бы все это делать абсолютно легко внутри базы, но если у нас есть задача такая, сделать это в Excel, то мы можем базу все выгрузить и подредактировать все в Excel. И также мы хотим добавить нового контакта. Мы забиваем сюда новый контакт, ID остальным пустым, поскольку он новый, вы, то есть в базе его точно нету, и какой-то e-mail. Представим себе, что, во-первых, что этот контакт уже в базе есть, то есть я хочу, чтобы вы увидели, как база выкинет ошибку в тот момент, когда я попытаюсь забить туда человека с e-mail, который уже в базе существует. Теперь я введу еще один контакт, которого точно не существует в базе. Соответственно, что этот контакт должен будет появиться. Вот я забил тут маленькую базочку, маленький формат, маленький Excel файлик, сохраняю его где-нибудь в непонятном месте и назову, чтобы я легко мог его найти. Соответственно, самое главное здесь, это выставить формат, вот этот формат CSV запятые, то есть общение с базой SugarCRM происходит через формат CSV разделительной запятые. То есть это простой текст, вот эти колоночки с данными, они там все просто внутри файла перечислены через запятую. Вся информация, имена, телефоны, там e-mail. Сохраняем. Excel ругается, но мы просто его не слушаем, сохраняем. Соответственно, теперь мы должны этот файлик, мы должны этот файлик подкормить базе. То есть просто показать базе, откуда нам забрать данные. Окей, файлик мы указали. Теперь вот смотрите, у нас есть два модуля. Модуль создания новых и создания новых и обновления существующих. Разница очень простая. Создание новых записей, этот модуль проверит все записи в вашем файлике, и если там найдет, что запись уже существует, то он с ней ничего не сделает. А вот создание новых и обновлений, он проверит по ID. То есть мы увидели, я вам говорил, вот этот уникальный идентификатор, ключ, он проверит вот эти ключи в базе, существует ли запись в базе с этим ключом. И если существует, то она обновит все данные из этого файлика. То есть старые данные поменяет на новые. То есть это удобно для чего? Мы выгружаем всю базу в Excel, в Excel что-то пересчитали, оставляем просто ключи для этих же строк и заливаем обратно. Проходим. Соответственно, вот мы выходим на модуль сопоставления. Вот это та самая ошибка, которую я говорил, что он не любит такие релизы Excel, но загрузится все нормально. Почему? Потому что я уже для этого это все тестировал, это все нормально работает, просто он здесь некрасиво отображается. Вот у нас модуль соотнесения полей файла с полями базы. То есть здесь мы можем поле, вот мы имя набили там, но мы это имя можем включить, сказать, что это город. И он, соответственно, нам вот эти имена перенесет в поле город. Имя, фамилия, ID, email. То есть просто сопоставили поля по смыслу. То есть указали, что мы ей даем, показываем базе, что мы ей даем и с чем ей это сопоставлять. Жмем дальше. И вот сейчас, смотрите, сейчас он нам предлагает выбрать те поля, по которым будет проверяться уникальность. В данном случае у нас есть вариант email, имя, фамилия, фолмейн. То есть я предлагаю оставить только email. То есть если email в базе есть, соответственно, мы ничего не трогаем. Мы не добавляем новую запись. Смотрите, если мы всегда можем также добавить проверку по фамилии, но это чем чревато? Когда у нас огромное количество Ивановых, то новый Ивановый, то есть у нас есть в базе Михаил Иванов, а грузим мы Николая Иванова, то при проверке по фамилии база не даст его загрузить, потому что она скажет, что, знаете, Иванов в базе уже есть. То есть нас это не устраивает, и мы вот это поле фамилии не используем. Мы можем использовать, допустим, там сочетание имени и фамилии, но в первую очередь я считаю, что нужно проверять по телефонам, email. В данном случае нам доступно, вот в наших данных мы заполнили только поле email. Жмем начать импорт. И посмотрите внимательно. Во-первых, очень важный момент. То есть вот email, человек с таким email в базе уже есть, база его не занесла. Соответственно, вот, а вот новый контакт, новый контакт, который мы завели, у него такого email в базе нет, соответственно, вот он появился. То есть мы можем его сейчас найти во вкладочке «Контакты». Во вкладочке «Контакты» мы его называли еще один… А, вот здесь фильтр стоит. Соответственно, мы его снимаем. Назывался он у нас еще один. Вот этот человек, которого мы только что занесли. Соответственно, со всеми теми полями, которые мы указали ему для навнесения. Вот. У нас образовался новый контакт в базе. Соответственно, мы можем сделать этот файл там размера 200, 300, 400, несколько тысяч, так вот тысячами сразу всех этих контактов в базу сгружать. Дальше возникает тот вопрос, который я хочу обойти. Это, если нам недостаточно полей в базе. То есть я вам хочу показать, что если мы хотим телефон супруги включить в базу, вот сюда вот мы хотим вынести телефон супруги. Что мы делаем? Мы лезем в вкладочку «Администрирование». Лезем сейчас в студию. То есть сначала мы должны в базе указать тип данных, то есть что мы хотим заводить там новое текстовое или числовое поле. Лезем в «Контакты». Поля. И мы добавляем поле. То есть нам мы хотим там с полу взяли. Так. Вот мы вводим текстовое поле, тип текст, телефон, телефон, супруги. Сохраняем. В этот момент в нашей базе появилось новое поле. Дальше мы идем в «Макеты». И мы должны просто в форму просмотра, в форму редактирования добавить вот это поле «Телефон супруги». То есть мы должны просто сейчас его положить куда-нибудь, чтобы мы его просто увидели. Вот мы новую панель. Телефон супруги. Сохранить. И вот сейчас мы должны увидеть там на странице редактирования поле «Телефон супруги». Вот, видите? Все, у нас появилось поле «Телефон супруги». Там, пожалуйста, подредактировали. Прямо в момент появилось, забили. Начинаем забивать. И точно так же она начнет появляться в модуле импорта. То есть из Excel его можно наполнять спокойно. Сложности возникают вот на каком этапе. Смотрите, когда мы хотим в базу загрузить массив платежей, представьте себе, что у нас очень много платежей. 100 человек, эти 100 человек нам совершили 100 платежей. И нам нужно вот эти 100 платежей подтянуть в базу, указав в базе, какой конкретный человек эти платежи уже совершил. Здесь возникает одна сложность. Вообще, здесь возникает сложность, что когда мы грузим платеж в базу, мы должны базе показать на ту строчку, на ту запись контакта, которая в базе уже есть, того человека, которого мы хотим занести. Для этого нам нужно знать его уникальный ключ. То есть мы должны сначала загрузить этих 100 людей в базу, потом выгрузить их, узнать, какие уникальные ключи у них появились. И вот тем 100 платежам, которые мы будем грузить, мы этим 100 платежам, соответственно, должны проставить уникальные ключи, которые их соотносят с теми людьми, которые в базе уже есть. Есть два варианта решения этой задачи. Вариант бесплатный, но трудоемкий. Это вариант с Excel. То есть в Excel есть функция ВПР. Вы найдете по этой функции огромное количество инструкций, как вот сопоставить, допустим, в большом списке у вас есть список e-mail и ключей, которым они соответствуют. То есть нам нужно в этом списке машин найти какой-то конкретный e-mail и узнать, какой ключ у этого e-mail. Вот это как раз функция ВПР. Это неудобно, поэтому всегда вообще пишут стандартные системы интеграции данных. Когда мы интегрируем платежную систему, и вот смотрите, наш компьютер лезет в платежную систему, выкружает оттуда данные e-mail и платежей, потом смотрит, есть ли эти e-mail в базе, если есть, то он смотрит, какие у них уникальные ключи, если их там нет, он их, соответственно, добавляет, забирает их уникальные ключи и потом уже отдает базе сам данные о платежах с вот этими уникальными ключами, что база сама подвязывает сделки платежей именно к тому человеку, который в базе уже есть. То есть вот операцию связывания совершает вот этот алгоритм интеграции. Он очень простой, он является стандартным. Это вообще вот задача, абсолютно стандартная задача любой интеграции баз данных. Ее решает любой программист среднего уровня, ничего в этом сложного нету, тем более, с учетом, какие технологии используются в Sugar и Suite CRM. Соответственно, сейчас я покажу, как это выглядит. То есть мы хотим загрузить какие-то платежи. Лезем в модуль платежей, то есть мы лезем в продажи, сделки, вот здесь у нас хранятся все наши платежи. Посмотрите внимательно. Вот какие-то платежи, то есть игровые платежи, которые я забивал. Кстати, хотел вам сказать, что за каждым платежом и за каждым человеком можно закрепить ответственного, то есть если у вас несколько кураторов в вашем НКО работают и каждому человеку, каждый там кого-то ведет, чтобы они не дергали друг у друга, а ты вот того знаешь, нет, а ты вот того знаешь, а ты вот этого знаешь, чтобы они не мучали друг друга этими вопросами, можно все это проставлять в базе и человек, когда заходит в базу, он и забивает туда, ищет Сергея Исаков, он сразу видит, кого, кто отвечает за этого Сергея Исакова. Общались ли уже с Сергеем Исаком, отправляли ли уже что-то к Сергею Исакому и кому бежать, что спрашивать по поводу этого Сергея Исакова. То есть вот такой модуль у нас есть, а мы возвращаемся обратно к списку наших платежей. Опять же мы можем здесь, как в списке контактов, экспортировать платежи. То есть вот мы по фильтрам, фильтры все настраиваются. То есть равно, больше, можем допустим больше, мы хотим показать там от 500 рублей найти. Вот. То есть мы там по фильтрам выбрали некий списочек, жмем кнопку, выбрайте весь этот список, и жмем экспортировать, и весь список переезжает в Excel файл. Вот. В момент. Соответственно, также, если мы видим, что это один и тот же платеж, два раза загрузился, мы можем точно так же сделать объединение и оставить вместо двух платежей один. Вернемся к модулю импорта. То есть представим себе, что мы получили из платежной системы отчет в Excel. Эта экселевская табличка на 100 строк. Нам нужно эту экселевскую табличку загрузить в SugarCRM. Вот как мы решаем эту задачу. То есть в первую очередь тащим шаблончик. Мы тащим шаблон. Этот шаблон, соответственно, мы сейчас откроем этот шаблон в Excel и просто перенесем необходимые нам строки из столбцы этого шаблона. То есть чтобы просто нам проще было заполнять данные для того, чтобы грузить. Вот, пожалуйста. Вот так вот это внутреннее, как для базы внутри выглядит эта таблица. Я когда создавал, я сделал обязательными. То есть я могу выбрать, какие поля в базе обязательно, то есть без них не загрузиться. Я сделал обязательно сумму, дата, стадия, то есть чтобы было видно, прошел платеж, не прошел. И источник. То есть я предполагал, что без этих параметров, без этих атрибутов данные о платеже настолько путают. Поэтому база будет выдавать ошибку, если обязательных данных не дано. Вот это ID, это для обновления существующих платежей, сейчас нам это не нужно. То есть мы забиваем какие-то новые нам данные. Предположим, что у нас, предположим, что мы хотим загрузить там один новый платеж к человеку. Опять же забиваем сумму там. Представим себе, что это 864 рубля 32 копейки. Валюта – это системное поле, отражающее валюту, оно нам не очень нужно. Проставим дату. Так, дату. Поставим. Закрыто с успехом, то есть прошел. Вот контрагент – это как раз та самая штука, которую нужно обязательно заполнять, просто потому что база ее требует, от нее нельзя отказаться. Но вставим стандартный контакт и забываем об этой проблеме. Ответственного можно не устанавливать. Так, нас интересует. Вот я сделал поле «Источник», «Маркетинговая компания». То есть вот стандартные поля, стандартные поля я заполнил. Но у нас есть главный вопрос – это какому контакту этот платеж потянется. Чтобы определить это, мы должны ввести вот этот ID, этот код, из базы. То есть мы должны посмотреть в базе по контакту, по интересующему нас контакту, какой у него ID-шник. Вот смотрите, вот тестировщик еще один, вот его ID-шник. Допустим, мы хотим этому контакту прилепить наш платеж. Мы берем вот этот ID и копируем вот сюда вот. Руками это делать неудобно. Функции VPR-ом это чуть удобнее, но по-хорошему вообще во всех базах это делает автоматизация. Все, мы заполнили. То есть вот таким вот по макарам мы собираем всю эту базу, там все 100 платежей. Жмем «Файл», «Сохранить как» в каком-то месте, откуда мы это подберем. Опять же самое главное, это формат. Формат, обратите внимание, вот это вот. CSV разделители запятые. Сделки for import. Еще важный момент, который я хотел вам рассказать, какая функция в этой базе есть. Эта база замечательна тем, что она может сравнивать платежи по полю имя. То есть если у нас наш поставщик этих платежей, электронная система, каждому платежу присваивает уникальный код, то этот код можно импортировать в поле имя. И тогда при каждой последующей загрузке база будет сравнивать по этому коду вот эти платежи, по уникальному коду платежей. Соответственно, не задублируется ни один платеж. Некоторые платежные системы грешат тем, что они очень часто добавляют платежи задним числом, которые там просто висели как непроведенные. И из-за этого возникает проблема, что нужно вычищать списки, и смотреть, какие платежи уже были загружены в базу, какие не были загружены. Это большая проблема, это ручной труд. Чтобы этого избежать, мы можем этот код уникальный просто ввести в этом поле, и, соответственно, база за нас на этапе импорта будет это все проверять. Сохраняем, опять же, просто сохраняем этот файл, подтверждаем. И сейчас мы импортируем вот этот вот платежек из Excel. Мы его просто импортируем в базу мастером импорта. Так, не то. Соответственно, выберите файл. Теплица сделки for import, создание новых. Так, вот опять глючи к кодировке, но он импортируется. И, то есть, волноваться не стоит, импорт будет проведен нормально. Просто он здесь неплохо это отображает. Так, вот, мы имя второй раз здесь заполнили. Вот сюда. То есть, вот эта последняя колоночка, которая там с края настояла, она должна попасть в имя. Дальше. Стоять по полю имя проверяем, как я и говорил. То есть, чтобы не попал двух, чтобы один и тот же платеж не попал два раза в нашу базу. И вот мы посмотрим, вот платежик объявился. Объявился он у нас. И как раз он связан, вот здесь вот видно, что он связан к той, подвязался именно к той записи, которую мы хотели. Кстати, что примечательно, в этот платеж мы можем подвязать документ. То есть, мы можем взять и загрузить из нашего компьютера какой-нибудь файлик. И, соответственно, вот этот файлик свяжется с этим документом. То есть, чем это удобно? Отчет. То есть, мы, допустим, весь этот крупный платеж, который мы отчитывали, мы прям документ отчета сюда сохраняем. И вот он становится в базе, он виден всем сотрудникам нашего НКО. Приятно, не правда ли? И, соответственно, мы переходим к заключительной части моей презентации. И, самое главное, это как сделать рассылку email. Для того, чтобы это понять, мы-то сначала должны увидеть модуль, как делают отчеты. То есть, сначала мы должны пройти тему отчеты. Отчеты, это, соответственно, мы просим данные из нашей базы по каким-то критериям. Фишка с UTRM в том, что мы можем сложные запросы давать. Допустим, мы можем попросить только тех, у кого крупные суммы. То есть, я вот здесь уже игрался, создавал такие отчеты. Сейчас я с вами создам еще один отчет, по которому я попрошу базу нам показать только тех людей из нашей базы, у кого крупные суммы. Для этого я лезу, нажму кнопочку «Создать отчет». То есть, смотрите, «Маркетинг», «Отчеты» и здесь «Создать отчет». Начать нужно выбрать главный объект, из которого мы просим данные. Естественно, это контакты. То есть, у нас все наши данные, то есть, звонки, платежи, какие-то еще вещи, все они сводятся, все они ссылаются на контакт. И контакт является центральным звеном нашей базы, поэтому мы из него просим. Что мы хотим узнать о контакте? Допустим, имя и фамилия пока. Вот так вот просто мы берем и вот таким вот простыми движениями, перетаскиванием, мы набрасываем наши желания. То есть, осталось 10 минут. Давайте я тогда начну потихоньку в текстовом формате, в текстовом формате объяснять. Еще раз, SugarCRM позволяет нам сдать в базу запрос, именно показать всех тех, у кого есть в базе крупные платежи. Соответственно, мы можем таким образом, мы можем базу попросить отобрать, допустим, тех, у кого есть только e-mail и крупные платежи. И мы увидим их в отчете, отчет мы экспортируем в Excel и, соответственно, дальше мы можем эти данные вытаскивать куда угодно, в Excel с ними делать все, что угодно. Важным моментом является то, что дальше этих людей в отчете мы можем сформировать из них список и послать на них рассылку. В SugarCRM рассылка вообще состоит из трех неких понятий. Понятие списки, понятие маркетинговой компании и понятие непосредственно рассылка. То есть, рассылка e-mail. То есть, начинается все с того, что некая серия писем, электронных писем, они объединяются в одну маркетинговую компанию. Например, новостная рассылка вашего НКО – это одна маркетинговая компания. В рамках нее, допустим, каждый месяц мы отправляем, создаем новое электронное письмо. То есть, раз в месяц мы создаем, у нас одна компания, но раз в месяц мы создаем это письмо, и мы отправляем это письмо на ту же самую аудиторию или добавляем дополнительную аудиторию. Аудиторию мы выбираем в модуле списки, то есть из отчетов. То есть, мы сформировали по отчету список FIT, люди, у которых есть крупные платежи. Мы этот список можем модифицировать, добавлять туда новых людей, удалять старых. Соответственно, каждый месяц, когда мы сформируем новое письмо, мы просто подтверждаем, что мы это письмо рассылаем на этот список, и рассылка, и очередная ежемесячная рассылка, которую мы делаем, она уже опять уходит на этот список. Так, я подключил другую машину, ту машину, на которой я только что работал. Алексей, можно, вот я сейчас захожу с другой машины в систему под названием «Сергей, подари жизнь 3», и меня, я прошу, если можно перекинуть обратение в другую машину, то я смогу продвижить презентацию. Так, ну вроде я удалил, а теперь можно попробовать. «Сергей?» Да, есть связь? Да, 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 все. Шикарно, продолжаем. Ну все, тер часть, я, вот все. Все, это замечательно, мы снова подключаемся, я демонстрирую наш рабочий, мой рабочий стол. Так, поделиться. Все, завершаем презентацию, я вам просто показываю, как работает модуль рассылок, и там, заключительные слова. Так, мой рабочий стол виден? Да, да, видно. Все, шикарно. Теперь мы сделаем некий список, вот первое. Мы с вами закончили на формировании отчета, отчета из ВИПО. То есть я показывал вам, как попросить у базы только тех, у кого есть крупные платежи. Еще раз, идем в отчеты, запрашиваем модуль. Контакты. Из контактов мы хотим узнать, допустим, фамилию, перетаскиванием имя. И мы хотим узнать это только по тем, у кого есть крупные платежи. То есть мы должны теперь по базе отследить связь между контактом и платежом. Делаем мы вот в этом окошке. То есть мы здесь вот лезем в сделки. То есть наши платежи хранятся в списке сделки. Мы лезем в этот список, и нам становятся доступны поля из сделки. И вот здесь вот в сумме сделки мы тащим вот это поле, сумму сделки, в панель условий. В панель условий мы ставим не равно, там больше, значение 2000. Все, сохранить. А, ну название, соответственно, теплица. Окей, сохраняем наш отчет. И вот нам база. Смотрим. База вывела только тех, у кого есть крупные суммы. И, соответственно, она размножила. То есть у меня их там, вот Исаков Сергей, там два раза встречается. Два раза это крупная сумма, но в рассылке за дублирование не будет. В рассылке я поду один раз. Соответственно, теперь я должен создать список, куда я всех участников этого отчета, куда я просто их адресую. Вот я лезу во вкладочку списки. Создаю новый список. То есть его просто нужно назвать. Это все, этого достаточно. Ну, можно дать определиться, теплица. Назвать его как угодно, просто чтобы дать описание, чтобы потом было понятно. Во-первых, список можно пополнять руками. То есть вот здесь это вкладочки, вконтакты. То есть мы можем индивидуально искать каждого нашего контакта. Мы можем искать индивидуально, вот по фильтрам. Фамилия, должность. И мы можем добавлять сюда посредством вот этого фильтра. Но руками-то, когда у нас вкладаны несколько сот человек, конечно же, это неудобно. И вот он, появился этот наш человек в этом списке. И для этого есть такая замечательная функция, как добавление из отчета. То есть мы возвращаемся в наш отчет. И вот здесь по кнопочке «Добавить список адресатов». Добавляем в список теплицы тест. И возвращаемся, просто обновим список теплицы тест. Мы увидим, что все эти люди, кому мы выделили в отчете, вот они все здесь. Соответственно, добро пожаловать в нашу рассылку. Сейчас мы по ним сделаем рассылку. Чтобы сделать рассылку, мы, соответственно, ледим в маркетинг и в вкладочку «Маркетинг». Сейчас мы сделаем с помощью мастера компании, мы создадим маленькую электронную рассылочку. Прямо сейчас ее разошлем. То есть вот эти рассылки, которые я делал, я тут тестировал, создадим новую. Вот этой кнопкой «Мастер компании». Новая e-mail компания. Название теплица тест. Здесь есть обязательные поля, которые нужно заполнить, но они как бы нужны только для информационного. То есть они ни на что не влияют, это просто информационный бюллетень. Бюджет мы можем пропустить, это нам неинтересно. Вот очень важная концепция – это трекер. Трекер – это такая ссылка, к которой мы ставим наше письмо, и по ней мы увидим, кто из наших людей, кто из наших получателей рассылку. В итоге это письмо получил, а кто не открыл, получил и не открыл, кто получил, открыл и перешел по ссылке. Сейчас мы хотим, допустим, мы хотим всех наших людей отправить на сайт, на нашу страничку в «Подари жизнь». Название трекера, допустим, трекер 1. Создать. То есть это просто ссылка, при прокликивании которой люди, база запишет, что люди перешли по ссылке, и мы в итоге сможем из нашей базы в отчете выцепить всех тех людей, которые перешли. То есть увидеть, кто в итоге среагировал, ответил на наше письмо. Далее. Списки адресатов. Вот мы только что делали список. Пожалуйста, мы вот этот список, у нас есть меню, теплица, тест. Вот эти наши люди, они в этом списке. Сохранить и продолжить. Теперь мы должны составить само письмо, которое мы хотим отправить людям. Название письма. Название письма. Ну как-нибудь, то есть это просто его нужно обозначить, чтобы потом мы не запутались. Теплица. Письмо из цеплицы. А здесь мы указываем просто параметры письма. Дату рассылки мы хотим, чтобы она прямо сегодня ушла. Сейчас. Е-мейл отправителя. Всем адресатам. Вот эти параметры просто, они будут видны в письме, от кого пришло. От кого ушло письмо. Вот я использую, я там настроил CRM-систему на временный ящик, который у меня есть на Яндексе. И я, соответственно, просто проставляю данные, но... Так. Проставляю данные из этого ящика. Так, секундочку. У меня что-то опять с интернетом. Меня хорошо слышно? Да, да, слышно, окей. Алло. Да, слышно, окей. Заполняем данные письма. Теперь здесь можно поставить, в принципе, все, что... Все, что нам угодно. То есть, это никаким образом необязательно. То есть, это вариабельные поля. Мы можем написать, что письмо ушло там от президента Бразилии. То есть, и обратный адрес ответа будет на президент Бразилии. Соответственно, это мы все настраиваем. Настраиваем, это ваш сисадмин настроит это в базе вам. Здесь важный момент, это шаблон письма. То есть, мы теперь должны само письмо сделать и вставить в него переменные, чтобы для всех вставить в него переменные имени, переменные фамилии, любые переменные из нашей базы, чтобы база обращалась к человеку лично. То есть, не привет, друг, а привет, дорогой Игорь, привет, Василий. Соответственно, вот мы делаем... Сейчас я покажу, как это делать. То есть, база хранит наши имена каждого контакта в переменную. Переменная, соответственно, фио, это contact name. Вот мы возьмем переменную имя, contact first name. Вот наш шаблон. Соответственно, мы можем написать, «Привет, дорогой, contact first name». Там, теперь какой-то текст. И теперь мы вставим в ссылку. То есть, здесь вот есть простой редактор, который позволяет нам как-то оформлять эти письма. Но на самом деле у нас есть возможность, если кто-то разбирается, у кого-то есть готовый шаблон, то можно просто HTML-код этого шаблона сюда копировать и разослать письмо с вашим HTML-шаблоном. Вставляем ссылку трекер. То есть, оно вот сейчас выглядит, допустим, некрасиво, да, но это все меняется в HTML-коде. То есть, или вот этим простым редактором, если его недостаточно, то только HTML-код. Соответственно, мы сформировали текст, приснилась теперь тема. Мы обращаемся к этому человеку и хотим вам сказать, что мы благодарны. Благодарны. Окей. Соответственно, все. Мы сохраняем. И вот у нас в нашей системе появился новый шаблончик, который мы сейчас будем рассылать. Всем адресатам. Все, готово. Далее. Использовать учетную запись. Вот это та запись, которую я уже преднастроил. То есть, я настроил систему на то, что она рассылает с сервера Яндекса вот эти все письма. И это достаточно быстро, это все конфигурируется. Далее. И вот смотрите. Запланировать email. То есть, email-рассылка повстала в очередь. Что это говорит? Чтобы не попасть в спонсписки, email нужно рассылать маленькими порциями. То есть, система запрограммирована на то, что вы выставляете размер блока по 10 писем, по 20 писем каждый час высылает. И каждый час она эти маленькие порции рассылает. И вот сейчас мы загрузили наш список в очередь на рассылку, так бы она ушла, допустим, через час. Но нам нужно ускорить процесс, соответственно, через вкладочку администрирования. Через вкладочку администрирования я залезу в управление очередью. И сейчас, сейчас я вам разошлю эту рассылку на наши адреса, которые мы выбрали в список. Так, и вот наше письмо, смотрите внимательно. Вот эти письма, вот эти адреса, мы их выбираем, просто ускоряем очередь. То есть, они все равно ушли. Мы просто ускоряем этот процесс, и наш сервер пошел рассылать, рассылать эти письма. Сейчас он нам покажет, что все, он все разослал. То есть, я сейчас в своем ящике должен увидеть письмо. Лезу обратно, и смотрите, вот, вот оно, наше письмо. А база нам обратилась не на Contact Name Dollar, а на Сергей. Сергей, мы благодарны. Отлично. То есть, мы, я вижу это письмо, мне это письмо нравится, и я делаю то, что просит меня эта ссылочка. Правильно? Я нажимаю по этой ссылочке, и прохожу, куда я попадаю. Я попадаю на сайт Donate, собака, подари жизнь. Сейчас, момент. Вот. Добро пожаловать на сайт Donate, собака, подари жизнь. Но очень важно, что это действие мое, то, что я прошел по ссылке, система зафиксировала. Теперь я могу залезть в карточку контакта, вот себя вот найти, вот в этом рассылочном списке. И увидеть там, что произошло. Произошла очень важная вещь. База, сейчас вы увидите, база зафиксировала, что мой переход по ссылке. То есть, мы лезем вниз и обнаруживаем. Вот, во-первых, мы в список пополнился информацией о том, что я получил теплица тест, вот этот вот шаблон. То есть, теперь я знаю, что этот человек в моей базе получал этот шаблон. Второе, я вижу, что этот человек нажал на ссылку. Вот, собственно, это та основная функция этой базы, которую я хотел показать. Соответственно, это все можно масштабировать, делать списки не 10, не 20, а на сотни человек, потом составлять отчеты. Вот, смотрите, мы можем посмотреть отчеты, сколько людей из нашей рассылки, маркетинг, маркетинг. Мы сейчас залезем в нашу компанию и увидим, сколько людей из рассылки теплицы тест открыли в итоге ее, то есть просмотр статуса. То есть, посмотрите эффективность, насколько наша рассылка работает. Смотрим. Вот, то есть, видите, она зафиксировала. Пять отправленных, один просмотренный, одно количество нажатий на ссылку. То есть, моментально в режиме онлайн мы отслеживаем эффективность наших рассылок. Последние с рассылками, я надеюсь, все более-менее понятно. То есть, здесь нужно просто тестировать, играть, самому понимать. И дальше, последнее, о чем я хочу рассказать, это о том, что есть вот эти процессы workflow. То есть, когда в момент наших каких-то действий база сама добавляет человека в те или иные списки. То есть, эти процессы настраиваются вот здесь, вот здесь есть модуль процессы. Мы хотим, чтобы человека, как только мы его проставляем статус VIP, чтобы его заносило в список нашей рассылки. То есть, мы управляем рассылкой не вот кликая на все эти списки, а просто выбирая там статус человека. Сейчас, я ее немножко предварительно настроил, эту функцию. Но сейчас просто я укажу тот список, в который я хочу, чтобы вот в теплице тест. То есть, я хочу, чтобы каждый раз, когда человека выставляют как VIP, он попадал в список теплицы тест. Я лезу, допустим, в нашу карточку с контактами. А я, так, очистить. Найду какого-нибудь человека сейчас в базе. Так, вот Арон Вейли какой-то у нас есть. И сейчас я ему проставлю, что он стал VIP-ом. Осчастливый для человека, что... Так, вот. Subject Type. Он был просто физлицо. А теперь у нас стал VIP. Окей. И теперь посмотрю внимательно, на что произошло с тем списком, с которым я вот создал теплицы тестов. Посмотрите сюда. Вот этот Арон Вейлин только что здесь появился. То есть, я сделал правку в вкладке контакты, а отреагировала в вкладке списков. То есть, на следующую рассылку, если мы запланируем это в рамках этой маркетинговой компании, этот человек попадет в эту рассылку. Ну, собственно, на этом я хотел всю практическую часть закончить. Это, к сожалению, такая очень обзорная экскурсия о возможностях этой системы. И смысл вообще, физический смысл этой экскурсии был в том, чтобы вы у себя в голове поняли, что вообще возможно на этом сделать. И, соответственно, могли выдвигать требования или для разработчиков, или понимать, что вам хотеть вообще от CRM такого уровня. На этом хочу закончить основную часть и, соответственно, жду ваших вопросов, если какие-то появились. Мои контактные данные, кстати, есть в презентации. Да-да-да-да. Я хочу сказать, что, во-первых, да, контакты есть в презентации. Во-вторых, вот ссылка. Я просто предложил людям писать вот события в мероприятии в Фейсбуке, если есть какие-то вопросы. Это удобно будет отвечать, если что? Да, мне, конечно, удобно. Знаете, кстати, что я хотел сказать вам? Я забыл объявить одну маленькую вещь. Вот здесь вот в своей презентации на последней странице я указал URL-адрес сервера. То есть, если в это кликнуть, мы попадаем на сервер и гест, и логин гест, и пароль. То есть, я предлагаю всем вам просто потом зайти. Я не буду гасить этот сервер, он будет работать еще чуть ли не целый год. Там такие условия. Бесплатно его нагреть. У вас есть возможность просто поиграться с этой системой. То есть, во-первых, есть на сайте CRM самого производителя демо. А во-вторых, вот такую демку. То есть, вы можете поиграться с моим сервером. Пожалуйста, я дам вам полный доступ. Только единственная просьба, спамни, пожалуйста, никому не рассылайте. Иначе, может быть, там ко мне придут. А так, логин, пароль известен. Внизу там мой почтовый ящик. Я жду вопросов. Готов на все отвечать. Ну, соответственно, готов сейчас. Смотрите, подробнее бесплатно только на год. Это тот поставщик сервера, на котором разместил сервер я. Он дал очень маленький сервер, ровно бесплатно на год. Соответственно, все остальное, это вы выбираете сами поставщика того сервера, где вы арендуете и ставите эту систему. Какие он условия вам предложит, так и, соответственно, так у вас все и получится. Соответственно, я вам всем советую попробовать скачать дистрибутив сайта, распаковать эту систему и поиграться в нее самостоятельно. То есть у себя я рассылки настроил, а у вас, вам, к сожалению, придется вычитывать инструкции или привлекать кого-то из знакомых, чтобы они этот рассылочный функционал могли поставить. Еще раз повторяюсь, у этой системы главный плюс, что ее быстро поставить. То есть там не нужно суперзнаний, достаточно просто программист среднего уровня, который прочитает инструкцию и за полчаса набьет там все эти входные данные. Да, рассылщик, смотрите, сейчас, во-первых, я, сейчас фонд работает на очень дорогой системе, очень дорогой системе, которую мы получили благодаря возможностям руководства, мы получили бесплатно, и она очень сложна в эксплуатации, и я, к сожалению, во-первых, руководство просило не афишировать эту систему, потому что личные там, ну, это некая договоренность, а во-вторых, я просто не могу ее рекомендовать, потому что она очень сложна. Там приходится держать целого специалиста, как я, который весь функционал под эту систему пишет. И она вот, я просто для понимания, коммерческая лицензия одного пользователя этой системы стоит что-то в районе 1000 долларов на год. То есть для среднего размера НКО это вообще неподъемная сумма, это для коммерческих компаний, для многих неподъемная. Но нам-то, опять же, бесплатно дается. Ну, вы знаете, вы можете посмотреть перечень, вот я в этом ссылочку давал, там самые известные вот эти системы, которые сейчас есть на рынке, вот это одна из них, одна из самых топовых систем рынка. Встроенный рассылщик, есть ли MailChimp Unisender? Да, рассылщик, встроенная интеграция, есть встроенная интеграция между SugarCRM, которая ваши сформированные в Sugar и SuiteCRM списки перенесет в ваш MailChimp и вернет из MailChimp результаты рассылки обратно. Интеграции на Unisender нету, надо будет писать. Ну, по поводу систем вот этих международных, я вам вот этот перечень дал, и вы можете этим перечнем пользоваться, он исчерпывающий. То есть Bitrix24, работали знакомые, работали знакомые, отзываются положительно. Лично я просто просмотрел эту систему, но местами, то есть она жесткая, то есть там же нельзя новых связей, новых объектов. У нас какая была ситуация в базе? У нас очень много таблиц своих, то есть там таблиц, которых в стандартных сборках их нету. Там таблиц какие-нибудь договоры, какие-нибудь игры победителей. Ну, в общем, очень много таких технических вещей, которые в такую жесткую систему, как Bitrix, забить было невозможно. Но тем не менее, отзывы об этой системе весьма положительные. У Bitrix есть протоколы обмена. Про мегаплан скажу примерно то же самое. То есть в Bitrix они все мне как бы понравились. Они все, кстати говоря, очень и очень похожи, все эти системы. То есть функционал у них примерно один и тот же. То есть я открыл, я поигрался, я посмотрел, функционал мне все понравилось, но вот там вот этих сегментаций, отчетов таких гибких нету. То есть там они, по-моему, они там даны жестко. То есть там можно конкретно запросу базы, конкретные фильтры на конкретные поля наложить, а свободных фильтров там нету. То есть чтобы по любому полю отфильтровать можно было. По-моему, я поэтому не стал интересоваться мегапланом, но, соответственно, система мне тоже понравилась. То есть я с ней поигрался, но с удовольствием. Да, Bitrix переделал свою систему. Я изучал Bitrix в декабре того года, а вот в марте, буквально в начале, они презентовали новую версию системы, я просто еще не успел посмотреть, обкатать. Смотрите, какая ситуация. Пожертвование из рассылки проследится. В стандартной сборке оно не проследится. Но, опять же, несложно. Это нужно писать, дописывать вот эти трекеры, модули слежения за поведением на сайте. И, соответственно, если его дописать, это несложно будет следиться. То есть это несложно это делать. Но в стандартной сборке этого нет. Конечно, конечно, да, бесконечное количество. Я там по 15, по 20 настраивал, он не выдал мне никакой ошибки. То есть свободный конструктор. Натаскиваем, какие хотим поля и какие хотим объекты участвуют в выборках. То есть если... Нет, 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 нет. В связи с вами не согласен. Вот в этой системе, о которой вы говорите, я ее тоже изучал. Соответственно, в ней можно больше. В ней больше можно. Там есть ограничения. Там существенные ограничения на те объекты, к которым идет запрос. Но полей фильтров тоже можно сколько угодно там натащить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова